Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, ролик по поводу битка, но в начале хотел сделать важное заявление, что теперь бесплатных рекомендаций давать я не буду по монетам. Ну, как бы, можете поблагодарить тех, кто успешно хейтил в комментах, да, то есть на меня это никак не влияет, мне лично похер, я наоборот поржал, но я просто понял, что как только ты ошибаешься, и это в очередной раз доказывает, что в жизни, что в онлайн пространстве, то тебя сразу же гиены начнут и вот эта падаль поливать говном и рассказывать, что ты там нишаешь и так далее. А когда твои прогнозы отрабатывают, то было 90% комментов позитивных, да, и там всего лишь, ну, процентов 10 хейта. Сейчас же ситуация перевернулась, и все в точности да наоборот. 90% хейта и 10%, получается, позитивных комментов, да, люди, которые поддерживают. Те, кто поддерживает, вам огромная благодарность, в принципе. Рекомендации я теперь буду давать только в закрытом клубе, вот. А по поводу монет, иногда лишь, может быть, что-то буду показывать, а так как я давал до этого на халяву, то есть я понял, что бесплатная и не всегда даже платная ценится, поэтому, ну, еще раз можете сказать спасибо тем, кто хейтил. И, опять же таки, это не слабость, с моей стороны. Слабость была эта, если бы я им отвечал, да, то есть строчил комменты, да, и так далее, но у меня нет времени этим заниматься, поэтому вкратце прокомментирую то, что мне отвечали, да, то есть и, в принципе, что я могу сказать, что я предупреждал, ну, если у кого-то бананы в ушах, то это не мои проблемы, да, то, что флэш-крэш и черный лебедь может быть, да, но самый прикол, что как только я уже, ну, скажем так, особо его не ждал, то, как я и говорил, всегда он приходит тогда, когда его никто не ждет. Ну, в принципе, вот он пришел, по сути, причины как таковой падения не было, то есть киты просто решили закупиться пониже и, соответственно, вытрусить толпу перед хаулингом, то есть даже хаулинга еще не было, как раз-таки за неделю до хаулинга, вот эта финальная вытруска, да, о которой я говорил, что может быть повторение марта 2020 года, опять же-таки в марте этого не произошло, но произошло в апреле, окей, погрешность один месяц, в принципе, не критично. Я уже, в принципе, не ожидал сильного какого-то падения, но, как видите, его дали, причем без весомых причин и никакая там геополитика и все остальное, какие-то мировые события на это не повлияли. Просто ликвидировали ланги и, соответственно, получается, толпа скидывала на паники плюс давление шахтов. Вот и все. Ну и плюс по стакану битки там, киты, естественно, что-то подслили, чтобы организовать ликвидации, да, чтобы пошел каскад ликвидации, то есть закрытие стопов лангов. Вот и все. Поэтому все с технической точки зрения понятно. Вот. Поэтому еще раз повторюсь для адекватных здравомыслящих людей финальная рекомендация, да, что можно сейчас докупиться и можно даже делать это повышенным объемом, потому что если вы будете ждать ниже, как 99%, как я прочитал в комментах, да, и в чатах, и не только у себя на канале, то есть люди ждут ниже, чтобы вы понимали. Некоторые вообще говорят, что медвежка началась, ну, то есть это уже клиника, понятно, да, то есть какая нахер медвежка, еще халвинга не было, но люди уже ноют, то есть альты, по сути, ничего не давали еще, то есть там давали максимум, ну, некоторые щитки там, какие-то мемы, да, и, как вы понимаете, киты сделали по-хитрому, они сделали так, якобы, мемы стреляют в конце цикла обычно, но они сделали в начале цикла. Вот в чем прикол. Причем мемы и на базе Соланы, и на базе Эфира, там, и на смартчейна, и так далее. Вот. И, в принципе, это разумный ход, и вот такая вот обманочка. То есть, как вы видели, мы и перехай сделали до халвинга, и мемы стреляли, получается, в начале цикла, а не в конце, как обычно. То есть идет такой перевертыш, и игроки, которые сейчас заходят, те же фонды с ETF-ами, да, блокрок и прочее, они, естественно, делают свою игру и делают то, что они хотят. Вот. И, естественно, они подстраиваются ни под какие там циклы, а делают это, как они считают нужным. Ну, в принципе, поэтому они этот обвал и устроили, чтобы толпа не была готова, и вполне, как и ожидалось, то есть, вдумайтесь, многие альты в среднем упали на минус 50%, минус 40, минус 50, а некоторые упали минус 60, минус 70%, суммарно, да, от локального хая какого-то, да, либо из накопления упали. И люди не закупаются, люди ждут ниже, вот. И верят, что все, цикл закончен, медвежка. И мне сказали, что вот ты засаживал на хаях, типа, альта упала еще там на 20, на 30, на 50%, там и так далее. С момента твоей рекомендации, ну, во-первых, надо учитывать, что должен быть черный лебедь. Во-вторых, я всегда, всегда говорил оставлять 20% в стейблах. Если кто не слышал, ну, ребят, это ваши проблемы, если вы не оставляли. То есть, это ваш выбор. Опять-таки, кстати, еще хотел сделать важный анонс, что я делаю скидку на закрытый клуб до 15-го числа, ровно на 12 часов, да, до 15-го апреля, 30%. Вот. И напоминаю, что количество мест я сделаю штук 10, поэтому, чтобы только адекватные люди зашли. Поэтому количество мест ограничено. И скидка 30%, так же, как я делал скидку, помню, 50% на медвежки. Сейчас 50% не делаю, сейчас делаю 30%, потому что был ран. Ну, и это будет финальная скидка, после которой скидок больше не будет. То есть, многие меня просили, ну, кто хочет, вот, залетайте. Если нет, ну, как бы, ребят, потом каждый месяц цена будет повышаться на 30%, и потом скидок уже не будет. Я не шучу. То есть, кто не верит, окей. Я решил, скажем так, сделать такую поблажку для тех людей, кто, опять-таки, потратился на монеты, но хочет вступить за закрытый клуб. Вот ваша возможность. Если нет, ну, окей, хорошо. Только по повышенной стоимости, либо сидеть вне клуба и не получать инсайт инфу. Вот. Поэтому такие дела. Ну, и, в принципе, по поводу хейта, да, то есть, вернемся. Ну, в общем, хватит грызунов в Apple засаживать. Почему ты так активно начал это делать, попахивать не по тесту. Ну, по поводу Apple мне уже миллион раз писали, что тебе там платят, ты там засаживаешь скам и так далее. Я это слышал в 2021 году. По итогу, те же люди, которые там писали подобную херню, залетали по 2 доллара на хаяк, да, и спрашивали, не поздно ли еще купить. Поэтому в этот раз будет все то же самое, только отметки будут, естественно, повыше. Вот. Далее. Так что мы по зеленому сценарию на графике и полукатываемся. То есть, я даже, давайте, я не буду даже отвечать, потому что не считаю нужным. То есть, я выше этого. И я уже объяснил причины, скажем так, и падения, и по поводу того, что я говорил, что надо быть готовым к любому сценарию. То, что флеш-крэш может произойти внезапно. Вот он произошел. У вас должно быть 20% стейблок. Вы можете сейчас их задействовать и закупиться. Если же нет, если вы этого не сделали, вы котлетились, там, и так далее, и не оставляли стейблок хотя бы процентов 10, ну, в идеале 20, а то и больше. Ну, окей, это был ваш выбор, поэтому можете винить только себя. И я об этом предупреждал, что если произойдет флеш-крэш, у вас должны быть эти стейблы, потому что он всегда происходит внезапно. Вот. И давайте далее. Так что мы по зеленому сценарию на графике и полукатую. Ну, это просто, чтобы вы понимали. И такие хейтерские комментарии, что самое забавное, что меня позабавило, я поржал, то, что они всегда появляются на падении, понимаете. То есть просыпаются вот эти медведи-хейтерки, которые и не только на моем канале, в СНГ-сообществе, ну, у нас люди любят испражняться желчью через рот, да, и говно лить. Но, как мы понимаем, что у таких людей это опыт в рынке 2 месяца и капитал 100 долларов, но зато они считают, что они лучше знают, они прочитали рынок, там, и так далее. Но даже если они чисто на шаре угадали, они все равно считают, что они суперспециалисты, покруче меня и покруче многих. Ну, хорошо. Окей, без проблем. Я доказывать никому ничего не собираюсь. То есть я уже доказал не словом, а делом, да, что называется. И закрытый клуб мой существует уже 3 года. То есть уже, считай, даже 4-й год почти скоро будет. Канал я веду уже тоже почти там 5 лет. Ну, многие считают, что это типа пробег. Ну, хорошо, окей. Многие зарабатывали на моих рекомендациях и даже на медвежке мы зарабатывали 5-10 иксов по монетам, а то и 15. Ну, долбоебы блогеры вам сейчас советуют фиксировать 2-3 икса и говорят, что это гуд. Ну, окей, хорошо. Сейчас в моменте они ликуют, говорят, что вот, мы же говорили фиксировать, ну и что? Они сейчас докупаются? Нет. Они ждут ниже. И будут ждать ниже? Ну, окей, пускай ждут. Но рынок уже выкупают. И, вероятнее всего, на следующей неделе мы пойдем в рост. А что вы понимали, ну, это такая бонусная инпа, так как я говорил, что это финальный момент, когда я даю рекомендации, вот он бонус, что, скорее всего, на днях могут те же китайцы, то есть азиатская сессия будет врываться, да, особенно южно-азиатская и южно-корейская сессия. И плюс может Гонконг принять ETF на биткоинный эфир. Вот, ну, это так для понимания. А я напоминаю, что ETF-ы принимались либо на хаях, либо на дне. Ну, а сейчас угадайте, хаили дно? Ну, конечно, дно. Поэтому очевидно, что, скорее всего, и плюс еще на некоторых альтах вырисовывается голова и плечи перевернутая, а это тоже бычий признак и сигнал для дна. Поэтому, я не знаю, ну, это надо быть дебилом, чтобы не покупать на текущем обвале, да, то есть и ждать ниже еще. То есть альты упали 50, 60, 70 процентов. Если вам этого мало, ну, окей, хорошо. Некоторые говорят, что медвежка, ну, они просто забывают, что на том же флэш-крэше в марте 2020 года было то же самое. Вот, и как раз-таки сейчас золотая возможность, и без весом их причин мы упали. А почему причины не дают, и в СМИ тишина. Потому что хомячков хотят помариновать. Это психологическое давление, понимаете, чтобы вы помариновались, попаниковали, понервничали. А так как стаду нужен свой пастух, то, ну, я, скажем так, перестаю им быть отчасти, потому что я рекомендации давать больше не буду. Вот, конкретно по монетам, какие что покупать, по каким отметкам и так далее. То есть, ну, я, может быть, в будущем передумаю, вот, если этот хейт пройдет. Но, в принципе, если он будет продолжаться, то я не буду этого делать, потому что мне нет резона, скажем так, давать умственно отсталым людям, да, которые, ну, ведут себя как неблагодарные свиньи и всплывают тогда, когда все падает, чтобы тебя поддеть как-то. Ну, меня это вообще не задевает, мне лично похер, но просто я не считаю нужным заниматься благотворительностью для таких мразей. Вот и все. Поэтому, адекватным людям привет, у меня претензий никаких нету. Те, кто поддерживает, спасибо вам большое. Я ценю ваши лайки, комменты, всегда отвечаю. Естественно, все, кто хейтили, успешно были заблокированы. Ну, а отвечать я им не собираюсь, просто вот ради интереса вам зачитаю. И можете, в принципе, еще раз поблагодарить их за то, что рекомендаций больше не будет. Ну, а рекомендации, естественно, в закрытом клубе, естественно, будут. Вот. Вот. Далее, получается, ну, что там, как ваши пампы там на миллионы процентов? В каждом ролике скажи хоть о рисках, что ты, народ, в тупую загоняешь монеты? Ну, буду знать. И сейчас что-то начнется, и твои риплы будут стоить 20-30 центов от силы еще полгода минимум. Он тот самый человек, который холдит им максимум неделю. Ну, это в ответ на этого чувачка. Ну, видимо, так и есть, что действительно холдит максимум неделю и считает, что рынок должен нарасти раньше всех. Да, и XRP тот же самый. Ну, не рынок этот, а XRP, да. И XRP, я напоминаю, в конце цикла стрелял, но в этот раз может быть все по-другому, потому что, как видите, история переписывается. Далее, по идее, новом тактика. Снимаем все ролики о росте, и он будет всегда, несмотря на любые откаты. Сколько раз ты выиграл, что ниже 60 центов не будет, биткапа 68 не будет, а Apple в апреле 3 доллара. Ну, во-первых, Apple в апреле 3 доллара это название. Вот. Пиздеть, не мешки ворочат. Ну, если, опять же таки, люди такие умные, ну, хорошо, пускай открывают каналы, вещают, и я посмотрю, как их будут слушать. Но большинство тех, кто хейтят, они просто бездарности, которые из себя ничего не представляют. И слушать их никто не будет. Вот чем прикол. Поэтому, ну, если вам не нужны рекомендации, окей, хорошо, значит, их не будет. Поэтому, то есть, я что понял, что, как говорит мой товарищ, что, да, напердишь не угодишь, набздишь рассердишь, да. Вот тут это на том же уровне, понимаете, что, ты всегда хуёвый, вот, всегда хуёвый для других людей, понимаете, всегда. То есть, особенно для неадекватных людей, так тем более. Адекватные люди, да, всё ценят. И, кстати, самое интересное, когда мы рекомендации отрабатывали, то хейтерских комментов вообще не было. Но как только ты, там, либо ошибся, либо, там, что-то не спрогнозировал по дате, хотя я говорил, что флэш-крэш произойдёт внезапно и оставляете в стейблах. Если бы я этого не говорил и говорил, закупайтесь на всю котлету, не оставляйте стейблов, таритесь, там, и так далее, ну, тогда, да, тогда можно было бы мне предъявить. Но я же так говорил, ребят, что флэш-крэш произойдёт, вот он произошёл, пожалуйста, закупайтесь. Покупаете? Конечно, нет, они не покупают, хейтеры не покупают. Ну, окей, хорошо. Велика честь уделять им столько времени, но ради рохла покажу. Вот, что я вижу сейчас, ниже не будет, альты уже минус 50-70, ха-ха-ха, страшно. Иксы вниз пошли, полетела ракета. Вот, и лучше по орбитам, скажи, ниже не дадут. То же самое будет с XRP, уже дали. Сильно ниже вряд ли будет, XRP упал жёстко, отрицательный памп до 50 центов, ну, чё, не будет отметок лета-осени, ха-ха-ха. Кто в неё засадился, ловите эту скамину на 32 цента, ну, это за XRP. Или чуть ниже, вот люди ждут ниже, опять же таки, ну, не люди, а унтер-меньше, да. А теперь ещё ниже, буду ждать ниже, портфель упал на 20%, XRP, сука, да. У меня где-то на 30% просел, ну, блядь, 20% просадки по портфелю, это прям... Так видите, люди даже, закупаясь по моим рекомендациям, сидят в просадке максимум 20%, максимум. Не 50%, не 70%, не 90%, 20%. И мне говорили, что я на хаяк загоняю. Ну, буду знать, буду знать. Хорошо. В мае 2021 года, я помню, биткоин, когда упал с 65 до 30, я тоже говорил, покупайте по 30, альты, биткоин, эффект, там, BNB, не сказали, Саня, ты даун, ты на хаяк загоняешь. А потом почему-то эти же люди, когда всё отросло, и биткоин стал 69, ну, засунули языки в задницу и ничего не писали, и удалили свои комменты. Как же так, да? И в этот раз будет точно так же. Ну, вернее, даже я им облегчил задачу, заблокировав их предварительно. В наглую побоили, даже без инфоповода. Ну, с этим согласен. Почти вернулись к сценам с 1 октября по многим альтам. Говорили люди, что такое будет, но никто не хотел в это верить. Меня это уже достало, в крипте уже 3 года, то есть с 21. Просто измером берут, где бычка. Будет прикол, если гораздо ниже опустят. То есть, видите, люди паникуют, люди не хотят закупаться. И если на моём канале такие комментарии, да, и люди ждут ниже, и паникуют, и ждут бычку, и им уже заебало ждать, то, ну, как вы понимаете, берут измором, берут боковиком и вытаряхиванием. И я говорил, что вытаряхивать будут двумя способами. Боковиком, то есть временем, и второе падением. Как вы видите, использовали и то, и другое, но сейчас максимально люди на панике, максимально люди нечем закупаться, они не хотят покупать, и ждут ниже. Ну, ради бога, окей. Вот, ещё ниже идёт, это пипец. А всё равно идём ниже. Закупились на хаях, прохотелись на хуях, ну, вот опять же-таки, типа, на хаях я загнал, ну, окей, буду знать. Меня смущает большая тень падения в 17-м году перед самым ростом XRP. Не знаю, что там было за событие, но есть вероятность, что сейчас также сначала свозят вниз сильно, а потом и эскипам, ну, оказывается, вниз сильно не сводили. То есть, минус 50-70% это не сильно, да, на сколько надо свозить, на минус, я не знаю, миллиард процентов вниз. Окей. Всё, бычка закончилась, ждём следующую через 4 года. Ну, чувак, может быть, роплит, но, судя по комментам, люди не шутят. Ждите, ребята, будет ещё коррекция. Жду Ripple по 0,001 цента. Ниже не будет, не будет ниже 6 центов, не дадут, чтобы вы закупились. Ну, это типа стёп меня. Все прогнозы сани шляпа, только призы к покупке XRP. Ниже не дадут, далее уже ниже, и по ходу альты нарисуют второе дно. То есть, опять же, люди ждут ниже, ну, не люди, а хейтеры, да. Кто ждал, ну, как говорится, хейтер не человек, да. И кто ждал и не засаживался по хаям, ну, на хаях, по рекомендации автора, красавчик, на хаях. То есть, альты в просадке минус 70, 80, 90 процентов на хаях. Окей, даже если это локальный хай был, ну, и то, постфактум, да. И если вы такие умные, а чё ж вы тогда не зафиксировались на локальном хае и не перезашли сейчас ниже, да. Тишина, да, то есть, ответа нет. Ну, как бы, наверное, потому что они знают рынок и видят наперёд. Ну, окей, хорошо. То есть, нет проблем. Я закупаюсь, закупаются ребята в закрытом клубе. Я говорил, какие монеты конкретно закупать. На этом канале открытом я уже это говорить не буду. Может быть, иногда буду в сторис, в телеграме публиковать какие-то мемы. Но, опять же таки, и то я ещё подумаю. Потому что, судя по тому, что я увидел, то есть, большинство людей всплывают, ну, хейтеров, да, людишек и негативят именно тогда, когда ты ошибаешься. То сразу, ну, всё как в жизни. То есть, классика жанра. Я уже к этому готов. Я уже этого говна наслушался. И не первый раз, что, вот, соответственно, Саня, ты там не шаешься, ты там ничего не добьёшься. И так далее. Ну, и где эти люди? Они сейчас зарабатывают, там, либо сидят у родителей на шее, блядь, либо, там, я не знаю, зарабатывают 300 долларов в месяц. Ну, как бы, как были ничтожествами, так и остались. Поэтому, слушать мнение унтерменшей я вообще не вижу смысла никакого. Поэтому, если, ну, кто-то хочет, там, похитить сверхчеловека и возвыситься. Ну, это мне напоминает басню, как слон и моська, да. Поэтому, тут дело каждого, опять же-таки. Ну, то есть, адекватные люди, они умеют читать между строк, умеют слушать рекомендации и закупаются. То есть, и таких я понял, что потолок процентов 30, да. Остальные будут хейтить и фокусироваться на негативе. То есть, посмотрите, на чём люди сфокусированы. Ну, не люди, людишки, да. Они хейтят, и не только в отношении меня, а вообще, в принципе, они хейтят, они негативят, говорят, да ты не шаешь, там, и так далее. Ну, ты закупился на этом падении. Нет, ты ждёшь ниже. Ну, так всё. В чём вопрос тогда, понимаете? То есть, если ты ждёшь ниже, ну, ну, понятно, понятно всё. Окей, жди ниже. Жди, окей, хорошо, потом купишь на хаяк. Вот и всё. И самое интересное, оно так и будет. То есть, понимаете? И они не купили неделю назад, месяц назад. Они не купили на январской коррекции, на лето-осень. Они не покупают сейчас, хотя отметки лето-осени практически дали, а может даже и ниже по некоторым альтам. Но покупают ли они? Нет. Нет, блядь, не покупают. Ну, окей, хорошо. Удачи. Удачи зайти на хаяк. Поэтому я не знаю, какой ещё просадки вы ждёте. То есть, давали просадки и 30%, и 20%, и 50%, и вот сейчас дали 60-70% по некоторым альтам. Но мало, мало. Ну, мало так мало. Ну, потом будет плюс 700%, будет уже и время появится, и деньги появятся, и мотивация. Да, ну, конечно. И потом скажут люди, что, а, ну да, точно, ты был прав, надо было покупать. Но будет уже поздно, ребят. Вот и всё. Вот. Поэтому, и, соответственно, второе дно. Ну, надеюсь, он в следующем видео скажет, что нужно купить XRP, цена ниже не будет. Да ладно, вам ошибки бывают у всех. Ну, то есть, видите, на 4 коммента один адекватный. Ну, понятно, да? Саня, мы увидели донор значения по многим альтам. Теперь это из-за переводы. Ну, то есть, опять же таки, я же говорю, словно моська, то есть, опять же таки, ну, как говорится, вот эти моськи могут лаять сколько угодно, но по факту они как были моськами, так и останутся. И от того, что ты там захейтил, ну, в кармане твоих денег и ума тебе не прибавилось, да? Поэтому, ну, окей, хорошо. Если у людей нету больше способа самоутвердиться, да, ради бога. Ну, я, как бы, я читаю, естественно, все это говно, но итог такой, что я уже понял, что отвечать нету смысла и что в жизни, что получается, если в жизни я-то могу ответить и просто, ну, как бы, да и, в принципе, в комментах и поставить человека на место, но просто смысл тратить энергию и тратить время. Мне времени больше жалко, понимаете? То есть, ну, а зачем сейчас обозреваю? Просто, чтобы вы понимали уровень долбоебизма людишек и понимали, почему рекомендаций больше не будет. Вот, Саня, мы увидели донное значение, теперь ты за переводы. Сашка, хватит уже, я же говорил, я предупреждал. Ну, то есть, человек меня даже не знает и обращается ко мне на ты, там, что-то, Сашка, и при том, что мы даже не знакомы, то есть, ну, уже показатель биомусора. Поэтому, очевидно, что, естественно, успешный человек не будет так общаться, потому что со всеми, с кем я общался, в том числе с долларовыми миллионерами, они так не общаются. Они общаются на вы даже со мной, понимаете, при том, что я могу ниже быть их уровнем, да? И они могут зарабатывать в месяц, там, или в год больше меня, но они общаются с уважением, скажем так, с признанием, да? И, ну, могут по достоинству оценить рекомендации и адекватно общаются. А вот эта вот падаль, которая, там, начинает что-то, там, тявкать, да? То есть, она, естественно, будет, ну, тявкать и дальше. Поэтому, когда ты лучший, естественно, у тебя будет хейт. И чем выше ты поднимаешься, тем больше его будет. Я уже к этому привык, поэтому я уже настолько, блядь, пораженный в этом плане, что мне уже, ну, просто насрать. Поэтому мне и до сих пор говорят даже, там, какие-то, ну, люди из уже, которых я исключил, что, типа, там, Саня хернёй занимается, там, и так далее. Ну, хорошо, ради бога. То есть, если херня, ну, по итогу, какая разница? Я на херне, как бы, зарабатываю деньги, а ты дальше сидишь, там, я не знаю, у мамы на шее, блядь, или зарабатываешь 300 долларов в месяц. Ну, окей, зато не хернёй занимаешься. Ну, ради бога. Вот, выбор каждого. Поэтому, у каждого свой путь в жизни. Поэтому, и хватит, я говорил, я предупреждал, никто не знает, и ты в том числе. Он так 9700 предупреждал. Ну, то есть, опять-таки, видно, что люди перестали смотреть, ну, не люди, а хейтеры, да, всего импутер. Поэтому хейтер не человек. Что 9700, я говорил ещё в 22-м году, в начале 23-го, и потом я сказал, что уже, скорее всего, дно мы переписали, и давал дно пальтам летом, осенью, там, в январе, в марте, сейчас. Ну, как бы, если это не ценится, ради бога. Вот, никакого роста до халвинга. Вот, ну, это было уже когда? Два года назад, ну, вспомните ещё, что пять лет назад было. То есть, опять-таки, люди не понимают, что надо, ну, людишки, да, подстраиваться под рынок. Ну, не понимают, ну, было бы чем понимать, правильно? Вот, ETF до халвинга. Вот, далее, получается, я ведь писал, текайте, парни, а вы смеялись надо мной. Ну, то есть, чувак угадал и считает, что он шарит. Ну, наверное, он продал на хаях и откупил на дне сейчас. Последний, ты же говорил, что ниже не дадут, а теперь дают, прикинь, смерть, да и только. Ну, так ты закупился? Нет. Вот, ну, чё, попил водички, ниже не будет. Дураки не верили. Окей, ну, если я дурак, ну, хорошо. Вот, попей водички, дали ниже. Опять, но, честно, лучше BNB купил бы. Ну, да, по 600 долларов самое время. А не всякую хуйню с каждого видоса бы набирал. Ну, да, то есть, я давал новые проекты, я давал старички, которые на днище, я давал CBDC монеты. Это хуйня, да, то есть. Ну, окей, хорошо, эти монеты дадут минимум 10 иксов, а то и 20-30 иксов в среднем, да. Ну, это херня. А лучше BNB купить, который дал уже TXA с дна и который находится на хае 2021 года по 600 баксов. Ну, надо BNB было покупать. Ну, согласен, чувак. Поэтому, удачи, можешь залетать на всю котлету. Вот, ну, и судя по нику, ему, получается, 11 плюс 24, это сколько ему? Ну, 35 лет, ну, как говорится, 35 лет ума нет, да. Вот, хотя я вообще на плече взял 10 из 7 сделок и все ликвидация. Ну, вот видите, да, людей ликвидируют. Больше не дадут последняя возможность, если падение не продолжится. Ну, потому что так и есть. Если вы знаете будущее, окей, продавайте на хае, покупайте на дне. Но почему-то так никто не сделал, да, совпадение. Вот, тоже поржал. Ару, как тяжело было смотреть эти видео и не покупать. Теперь можно начинать. Дают, аналитика, левел 800, вот, великий переобувальщик, зашкаливающий эго короны. Ну, за это спасибо. Вот, согласен, такого еще поискать надо. Раб системы, поющий сначала одно, а график вниз переобувается. Ключевая фраза, ниже не дадут и все выкупается, риппл по 30 долларов. Ну, как всегда, толпа провтыкала, толпа провтыкала, кто закупался, считают иксы. Вот, ну, это точно последний шанс, последний уже был. Саня говорил, дно не дадут. Ну, дали дно, покупаете? Нет, не покупаете. Потому что, во-первых, либо не за что, либо боитесь и ждете ниже. Вот и все. Вот, вот тебе и зеленые камыши. Ну, хорошо. Вот. Так, кто знает, кто знает. Ну, пипец. Вот еще раз, пожалуйста, заливное с беточками. Пару дней назад писал в комментах, что нас ждет откат к отметкам ЕВР, но никто не послушал. И запивайте водой. И сейчас не факт, что полетим наверх. Не факт, что полетим наверх. Не факт, да? То есть уже откупает, не факт. Ну, хорошо, буду знать. Будьте внимательны, закупитесь на какую-то часть, на все не надо. Тоже, думаю, будет ниже и страшнее. Сейчас вообще все кайфуют и откупают на всю котлету. Ну, судя по предыдущим комментам, все, наоборот, ждут ниже. Все кайфуют, да? То есть, давайте глянем, где же тут были. Сейчас, по поводу ниже не дадут. Опять дно. Лучше бы BNB купил. Сейчас, последний. Ты говорил, а теперь дают, смерть дарит только. Что еще? Никакого роста до халминга. Вот, увидели донное значение. Поэтому, надеюсь, в следующем ролике, что еще. Походу, а, вот, походу альты нарисуют второе дно. Ниже не будет. Поэтому, жду рипл по одному центу. Ждите, ребята, еще будет коррекция. Все, бычка закончилась. Меня смущает тень. Не знаю, вероятно, сейчас возят вниз сильно. И потом эскипам. Вот, поэтому, ну, как видите, люди, людишки продолжают ждать ниже. Ну, окей. Поэтому, еще раз повторюсь, что к адекватным людям никаких претензий. Благодарен вам безмерно. Потому что без вас не было меня. Ну, а по поводу хейтеров, ну, вы же понимаете. Поэтому, я думаю, очевидно. Далее, что еще? А, последний день писал, что закупитесь на какую-то часть. Тоже, думаю, будет еще страшнее. Ну, и поэтому, вот, говорит, что все закупаются. Поэтому, не знаю, кто там. Вот. Кто там все закупаются? Я лично не увидел закупов, на самом деле. Поэтому, ну, кто там закупает? Вообще, все кайфуют и откупают на всю котлету. То есть, чувак пишет. Тоже, думаю, будет ниже и страшнее. И он говорит, то есть, сам себя противоречит. То есть, я вообще этого не понимаю. Сейчас вообще все, все кайфуют и откупают на всю котлету. Во-первых, кто все? И даже твой коммент показатель, что будет ниже и страшнее. То есть, ты не докупаешь, ждешь ниже. Но поэтому, говорит, что все докупают и, ну, кайфуют. Ну, буду знать, поняли, да? То есть, и после этого мне говорят, что 99% не существует. Саня, ты слишком категоричен. Ты сам 99%, ну, ты ж не шаешь, блядь, Саня, не шаешь. Ну, да, говорил оставлять стейблы на случай флешкеша. Вот он произошел, говорю, докупайтесь. Но мне сказали, не, Саня, не надо. Не надо покупать, надо ждать ниже. Ну, окей, ждите. Монета CRV. Я уже устал ее выкупать. Четвертый раз даю дно. Ну, так отлично, пользуйся возможностью. Четвертый раз ее выкупаю. Я все с октября никак не могу нормальные эксы взять. Да потому что халвинга не было, ребята. Я не пойму, вы вот то ли в уши долбитесь, то ли в глаза, блядь. Ну, халвинга не было. Тут осталась неделя. Неделя. Вы не можете досидеть неделю или что. То есть, понятное дело, что хайер рынка будут через полгода, через год, а то и через полтора. Но большинство вот таких вот сверхразумов, да, которые говорят, что, типа, ты не шаешь, там роста не будет, медвежка, хуешка там и так далее. Ну, у них терпения не хватит. А, ребята, я пять лет в рынке буду сидеть, когда будет хайер рынка. Пять лет. Посидеть до этого из хайтеров. Да никто, блядь, абсолютно. Никто. Если вы не можете, сука, неделю до халвинга подождать и посмотреть, что будет, то о чем мы есть. Ну, адекватным людям привет, кто закупается. Большие молодцы. Поэтому вы заработаете сверхприбыль и войдете в тот самый один процент, который заработает. Вот и все. Вот. Ты же помнишь, да, чем дольше в накоплении, тем выше стельнет. Ну, а что это не так, да? То есть, те альты, которые стоят в накоплении 500, 600, 700 дней, они не давали эксы в прошлом цикле и не дадут сейчас, да? Ну, хорошо. Окей. Это новые, только красные камыши. Долгое время, еще вчера пел, меньше, ниже не дадут покупать. И в каждом ролике толпа не закупалась. Ну, а что? Ну, я не вижу, чтобы люди закупались. Ну, вернее, люди закупаются, а не люди ждут ниже, да? Вот. Думаю, сейчас считается и опять вниз на годик или два. Ну, то есть, видите? Ну, все закупаются, да? Вот. Не, братан, кто ты не угадал? Было бы неплохо. Ну, то есть, все закупаются, да, ребят? Ну, все же! Все же? Ну, конечно, все. Вот. Вряд ли. Рынок, как по мне, испытывает людей на прочность и действительно есть неплохие цены по альтам. Ну, просто если не тает сейчас, то вообще нафиг ты фиг самое дно угадаешь. Ну, вот адекватный коммент, видите, да? Все пойдет вниз, как вы не понимаете. Похер на этот халминг и вообще похер на этот биткоин. Ваши деньги, ликвидность нужны. DeFi farming pool и все разрушается. Не смотрите на эти свечи. Knowledge is the power. Ну, типа, знание, сила. Ну, по сути, все пойдет вниз. Тоже все закупаются, да? Опять закупаться перед красными камышами? Может, не надо? Ну, то есть, типа, дальнейшее падение впереди. По альтам 30-40% падения за месяц. Ну, даже, я бы сказал, 50. Вот. В общем, примерно, как я раз 100 тут писал, автор канала сомневался. Таты Ванга, мы тут уже поняли. Ну, я могу ответить аналогично. Поэтому, естественно, постфактум все умные, постфактум все все знают. Вот. Ну, а когда происходит падение, они не закупаются. А потом, когда хаи, у них внезапно бабки появляются. Совпадение, да? Такой же гадальщик, как и все блогеры. Лишь бы создать контент. Ну, конечно, просто мусор. Вот. А нормально, так ниже не дали. Какие же люди злые? Автор заранее предупреждает всех, что нужно держать минимум 10-20% в стейблах. То есть, один человек. Один человек из 200 комментов. То есть, ну, хорошо, там, давайте, позитивных комментов было процентов 10. То есть, вдумайтесь, из 200 комментов 190, ну, 180-190 были хейтерские. Что, типа, я не шаю, то ты клоун, то ты лох, ты там не угадал, вот еще падение, ниже не дали, там, и так далее. Ну, хорошо. И, ну, то есть, людьми настолько долбоебы, что они даже не слышат, что ты говоришь, если будет флеш-кэш, будет дальнейшее падение. То есть, если будет черный лебедь, там, и так далее, или просто киты захотят, там, ликвиднуть и устроить, скажем так, кровавую баню, да, что называется. И, как говорится, когда на рынках течет кровь, даже если она твоя, надо покупать. Но, при этом, покупают ли они? Нет, нет, они ждут ниже, понимаете, вот, еще будет падение, там, и так далее, может, не надо, там, и так далее. Думаю, все затаятся и вниз на годик-два, там, медвежки, хуешки, и так далее, понятно, да? То есть, и я предупреждал, что если будет вот этот вал, там, на 60-70%, не по битку, по альтам, опять-таки, по битку, да, я говорил, что он может произойти, но, как видите, там был перелив доминации из альтов в биток, и за счет этого альта упало, как и было в 23-м году, да? То есть, они по-хитрым сделали, биток они не уронили, они уронили альты. Вот, ну, эфир, кстати, сильно не упал, но упали остальные альткоины, там, в среднем на 50%, а то и на 60-70. Но, если это слабо, ну, хорошо, окей, и я не предупреждал об этом, ну, можете посмотреть мои ролики, я говорил, что флэш-крэш, возможно, в марте, окей, он произошел в апреле. И даже я уже разуверился, что он будет, и как только я разуверился, он произошел. То есть, так это и работает, когда самый ярый, скажем так, человек, который понимает, что это может произойти, черный лебедь, там, этот сильный обвал, то, как раз-таки, он и происходит. Ну, в принципе, я даже доволен, потому что можно прикупить альты по охерительным отметкам, даже по донным значениям лета-осени, но и дно дали третий раз, но вы думаете, закупится ли толпа? Ну, угадайте, с удовольствием, наверное, да, наверное, закупилась, ага, да. Ну, по комментам так и видно, и не только на моем канале. Вот, поэтому, какие же люди злые? Ну, это суть ебаных людишек, поэтому я же говорю, люди неблагодарные свиньи, по большому счету. И я, в принципе, понял, что делать что-то бесплатно и, как бы, не всегда даже платно, понимаете, люди ценят. Платно, да, ценят, и то, как бы, ну, адекватных людей, я же говорю, это процентов 10, но в лучшем случае 30. Остальные будут при каждой твоей неудаче тебя там хейтить, поливать говном, самоутверждаться и думать, что они там на коне. Ну, по итогу, когда рынок отрастет, ну, мы заработаем 5-10x к портфелю как минимум, да, а они будут уже под конем, а то и у коня. Ну, по итогу, как бы, как говорится, жизнь расставится по местам, ну, они, как и были, на днище так и останутся. И, как говорится, есть офигенная фраза такая, тоже, по-моему, из притчи, что кидая грязь в кого-то, подумай дважды. Ты, как говорится, грязь кинул, не факт, что попал, а руки испачкал. Вот, поэтому вот это, в этом и суть. Поэтому и автор ранее предупреждает держать 10-20% в стейблах, ну, я говорил 20, да, то есть, ну, хотя бы 10, если нет возможности, 20, в идеале 20% выше, чтобы быть готовым к любым событиям, вместо того, чтобы покупать на хороших скидках, которые нам дали, вы пишите негатив. Ну, вот, адекватный коммент, понимаете. И адекватных комментов реально было мало, вот. Ну, надеюсь, под этим видосом будет побольше. ЕДХ ниже 3200 уже не пускают и не дадут. 2800 уже, ну, естественно, потому что перелив доминации из альткоинов, а я напоминаю, эфир это тоже альткоин, если кто забыл, да. Вот, поэтому, естественно, эфир тоже упал на всеобщем падении рынка. Что ты на это скажешь? И я же говорил, уже не клеится. Окей. Думаю, что до конца лета хорошего роста не будет. Вот, этот чувак уже писал неоднократные комменты. И самое интересное, я слышал подобные теории, наверное, уже человек 5 или 10 не написали, и в личку там, и в комментах, что вот, Саня, до осени роста не будет, будет боковик, будет падение, это не будет роста, не жди, блядь, и так далее. Но, я помню, ровно то же самое было в 20-м году, ровно то же самое. И потом, осенью 20-го года, начали задавать в рынок и говорить, ребята, все растет, но альты уже с дна отскочили минимум в 2-3 раза, на 2 ТХ, да, а то и в 5-10 раз, понимаете. И, как раз-таки, когда альты начали пулять, начался лютый альтсезон от 10Х выше, конечно же, тогда людишек начали загонять и говорить, ребята, бычка покупайте. Поэтому далее, думаю, что до конца лета хорошего роста не будет, ну, либо до осени мне писали. А почему такое внушение у людей? Потому что киты правильно все делают, и после этого мне говорят, не, люди неведомы, не, они не поддаются влиянию, поддаются, еще и как. Особенно поддаются внушениям, тем более таким детским манипуляциям, да, и они услышали от каких-то хомяков-блогеров, что роста не будет. Но даже если не будет, это наоборот хорошо, с одной точки зрения, что можно будет добрать позиции, это первое, а второе, в боковике там, либо нападение. И второе, то, что вытрусят максимально вот этих хомячков, унтерменши, которые не готовы ждать. И потом, соответственно, будут заходить они на хаях, когда уже рынок отрастет от 10Х выше, а он отрастет, потому что даже халвинга еще не было, а люди уже ноют. Ну, вот и показатель. Поэтому, то есть, иксов не будет, максимум 40-80% альты на рисунке. Я не знаю, откуда у людишек такие точные прогнозы, наверное, инсайдом обладают от Блокорока, но, по сути, это не рост, а просто высокая волатильность. Ну, высокая волатильность, это когда от 10Х выше, то есть человек даже не понимает слово волатильность, но при этом пишет. Вот, ой, оказывается, ниже не дали, ну что, водичку какую будешь пить, клоун? Вот поэтому не надо держать нос кверху и разгонять свое ЧСВ, Санечка. Ну, хорошо, спасибо за совет, чувак, я в нем не нуждаюсь. Вот, судя по графикам многих альтов, черные лебеди еще будут. Все закупаются, все закупаются, видите, все же закупаются. Кто-то писал тут про волны, третья волна длинная будет ракетом. Ну, вот, типа, ржет, чувак. Это я говорил, так и есть все еще в силе, и большинство, в силе биток, и большинство монет. Это падение быстро откупят, что сейчас уже и происходит. И чем быстрее падаем, тем быстрее растем. Оно так и есть, потому что это падение уже выкупили, и на примере, там, кстати, монеты Тия, она уже дала, после этого флеш-креша, откупили ее на плюс 50% вверх. Если вы считаете это не дно, ну, подумайте еще раз. Сашка, хватит грызунов в рипл засаживать. Ну, в принципе, а, ну, в принципе, все, комменты закончились. Ну, там побольше их, на самом деле, было, просто мне уже было впадло их скринить дальше. И, суммарно, комментов, вдумайтесь, 53 коммента за вот эти два дня, то есть, ну, хейтерских, да. И это я не все еще заскринил, то есть, там, из 200 комментов, а то и 300, было, наверное, комментов 80-90% хейтерских. Поэтому, ну, вот вам и суть. Еще один интересный момент, перейдем теперь уже к графикам. У нас гривна, вдумайтесь, я прогнозировал еще, по-моему, два года назад, что она будет стоить минимум полтинник. В принципе, так и произошло, ну, не гривна, а доллар, да, гривня. И, как вы понимаете, естественно, гривна обесценивается к доллару, к сожалению, да. Как бы нам этого не хотелось, но те, кто сидят в долларе, те молодцы. И, как вы понимаете, вот у нас просадочка. В принципе, сейчас можно на скидке докупить этих долларов, если кто хотел, по 42. В моменте было, там, 40-41, но, как вы понимаете, в моменте было около 47, поэтому сейчас офигенная скидка. Плюс-минус такая же, как была вот здесь. Здесь, вот я говорил, покупайте по 36, по 37, по 38, там. И, в принципе, после этого у нас гривна та же отросла, получается, еще на 30% обесценилась за год, чтобы вы понимали. Поэтому, по поводу гривны, тут ситуация, к сожалению, непонятная. И нужно, в идеале, там, процентов 90, а то и больше держать в долларе. Вот, поэтому будьте поедельно осторожны. Но, по поводу битка, да, то есть, давайте глянем доминацию. Доминация, естественно, у нас подросла. Сейчас она ослабевает, уже перелив идет в альты. И, как вы наблюдаете, здесь был, ну, отскок доминации. Это показатель того, что перелили бабки из битка, из альтов в биток, да. То есть, по BNB, по эфиру у нас начинаются постепенно уже, там, какие-то откупы. По поводу альтов, видите, вот у нас был заброс вот этой свечи. И после этого, как мы наблюдаем, уже зеленая свеча. И давайте глянем, насколько здесь откупили на плюс 11%. Поэтому, суммарно, было падение где-то около 23%. Да, пробили всевозможные линии поддержки. Но давайте, ради интереса, посмотрим, что у нас было в марте 2020 года. Если кто мне вдруг не верит, да, и считает, что я там балаболю и так далее. Ну, давайте перейдем и посмотрим, когда у нас был мартовский дамп. То есть, как мы наблюдаем, доминация альтов, кстати, особо не просела. Самое интересное, но на данном этапе просела, видите, решили лить альты. То есть, ну, так как, когда у нас капу больше занимал биток и эффект, то, конечно же, ну, он и сейчас занимает. Но, как таково, падение по альтам, оно-то было. Но, я имею в виду, падение в плане доминации. И максимальное падение было в 2019 году. Но, хотя по ценам мы увидели отметки 2019 года, а то и ниже. Не знаю, почему так. Но, как мы видим, здесь повышенные объемы, что свидетельствует о том, что действительно альты выкупают. Есть ли доминация USDT? А доминацию USDT тоже мы наблюдаем. Был отскок. И это показатель того, что у нас, конечно же, параллели рынок. Но, как вы наблюдаете, здесь специально сделали перехайтик в Викшин. Сделали отскок на те же, там, получается, 30%. И после этого, как вы наблюдаете, уже пошло снижение. То есть, уже USDT переливает. И плюс печатается ежедневно практически тизер. Плюс USDC. Ну, USDT и USDC печатаются. Для того, чтобы откупать рынок. Поэтому, как мы понимаем, на данном этапе, давайте сейчас я вам покажу. Вот у нас биток уже откупили, как вы можете наблюдать. Поэтому, естественно, я не вижу причин для паники. Никакой абсолютно. Биржа CME пока что закрыта. Но паниковать не стоит. И, как видите, вот у нас эффект тот же самый. Выкупают. Ну, биток, эффект, все, откупается. Поэтому, да, дали ниже. Но вот эта формация, блин, она мне просто напоминает май-июнь 2021 года. То есть, одно и то же. И давайте я вам покажу, что здесь было. Вот у нас май-июнь. Открываем. И здесь была абсолютно такая же картина. Абсолютно такая же. Просто сладенькая картинка. И здесь было тоже падение, там, где-то процентов на 60. И сейчас ровно то же самое. Ну, и после этого, если наложить фрактальчик, да, вот этот, который у нас получился. То есть, примерно, что у нас будет. У нас будет примерно вот такое дальше движение. Давайте я вам покажу. Вот примерно такая вот ситуация. Сейчас вот так вот как-то сделаем. И, получается, после этого у нас должно быть движение наверх. То есть, примерно, мы можем сходить где-то в район. Сейчас скажу, сколько. Где-то. Получается, 5200. Вот. Поэтому, с текущих отметок посмотрим. В принципе, фрактал может отработать. И ситуация, видите, такая же. Такая же, абсолютно. Ну, здесь падение, понятное дело, Ясенхерг было поменьше. Здесь было падение на 30%. Но имейте в виду, что, естественно, бычка. Здесь уже бычка основная прошла. И это была коррекция, как раз-таки, когда многие альты уже отстрелялись. То есть, вот, и в ноябре они хай не обновляли, в отличие от битка и эфира. Но, в принципе, можно считать, что и так. Вот. Поэтому тут дело как бы за вами. Как хотите, так и делайте. То есть, закупаться либо нет. Я уже, в принципе, рекомендации давал до этого. Вот у нас тоже самое эфир классик. То есть, суммарно он упал где-то процентов на 40%. Ну, то есть, среднее падение 40-50%. Поэтому многие альты попросаживались. И охеренная возможность. То есть, как вы наблюдаете, ада особо, ну, ниже прям сильно не упала. Тоже там 45% коррекция алгоренд. Тот же самый. Давайте глянем, что у нас по нему. Здесь тоже дали отметки января. Многие посмеялись, сказали. Ну, вот, дали отметки лета-осени. Ну, не знаю. Я не вижу, чтобы дали отметки лета-осени. Здесь дали отметки января. То есть, по некоторым альткоинам, может быть, и дали. Но по большому количеству альткоинов не дали. Вот Доги, давайте глянем. Доги вообще не упал. Вообще. Он упал на отметке 19-20 марта. То есть, недавние коррекции буквально 3 недели назад. А не дали даже отметки января Видите, и уже его откупают Поэтому какие там нахер отметки лета осень 23-го года Кто-то там заметил, я лично не знаю Шиба тоже самое, ничего не дают Дали небольшое обновление лая И то, потому что шиба, естественно, высокоисковый актив Но киты все откупают Пепе, давайте глянем, вот тоже якобы щиток Должен падать, но по факту Падения не было на отметке там января, февраля Или вот там лета осень 23-го года Видите, то есть падения как таково не было Не было, то есть сколько тут падения 50%, то есть многие альты, тот же арбитрум Он и то упал сильнее, чем Шиба, Доги и Пепе, вдумайтесь То есть арбитрум упал на 65%, вдумайтесь То есть экосистема фундаментал Упала сильнее, чем какой-то Сраный мем, понимаете, просто фантик И, то есть как видите Я говорил, да, могут не дать эти отметки Дали, но, как вы понимаете Это просто подарок свыше, вам дают Но, вот здесь да, вот здесь дали практически Отметки лета осени, здесь не дают Здесь дали где-то декабрь и ноябрь Вот, и здесь коррекция, кстати, тоже 60% Но, если вы считаете это мало Падение в 2, в 2,5, а то и в 3 раза Ну, окей, окей, хорошо Немопытань, как говорится, да Поэтому, по многим альтам, вот по те Как я сказал, здесь был откуп Смотрите, здесь, получается, откупили И уже дали в моменте плюс 50 Даже 53% и падение было В моменте на 60% То есть, это отличная возможность Была докупиться вчера, там, ну, даже сегодня То есть, несмотря на то, что уже отскок 50% То есть, как видите, дали отметки вот декабрь Но никто не дал уже отметки лето-осень Если плето-осень, это было падение вот такое Процентов на 90% Но вы серьезно верите, что их дадут? Ну, по некоторым альтам, да, дали Вот, допустим, по XS Вот, дали здесь падение, получается, минус там тоже В моменте 60, даже 70% И здесь обновили даже лои Но, как вы понимаете, это единичный случай По большому счету По большинству альтов, ни хера не дали Максимум дали янвай Либо там, ну, вот, март 19-20 марта, либо янвай Вот, дали ли вот эту отметку там 22-го года? Нет, не дали Ну, то есть, понимаете Некоторые альты, которые, да Они и так в боковике стояли То есть, они особо, скажем так Не выросли и не потеряли Поэтому они как были на тех же отметках, так и были Вот, вот здесь дали Окей, по DVDX Ну, это единичный случай, понимаете Тоже, и то это падение было 50% Вот, потому что DVDX особо не рос И ему, как вы понимаете, падать было меньше куда А, естественно, те альты, которые там Шиба, Пепи там и так далее Они, естественно, падать могли Хоть и сильнее, но упали на 50% Да, то есть, не упали на 70% И не дали отметки уже донные Вот, матик тот же самый Тоже его хейтили И вот отличная возможность Охеренно докупиться Я в финальный раз даю рекомендации Потом я больше давать их не буду Я буду просто обозревать монеты А там закупать либо нет Я уже озвучивать не буду Потому что, ну, я, честно, понял, что Бесполезно давать рекомендации Потому что люди все равно Закупаться не будут Адекватные, да Они и так Прочитали между строк Они уже давно все уловили Как считывать информацию, которую я даю Те, кто нет Ну, окей Либо они присоединяются в закрытый клуб И не парят все мозги Либо, соответственно, закупаются Так, как закупаются Либо не закупаются Вот, то же самое GRT Отличная возможность Да, понятное дело Я говорил, и здесь покупать Но это не ошибка Если вы ждете от 10x выше То есть, опять же таки Сейчас дали лучше возможность Окей Но дали ли Видите, даже январь не дали Дали вот эту отметку Там, марта Январь не дали Лето-осень не дали Поэтому о каких отметках Лето-осень речь Я лично не понял Вот, потому что Большинство альтов То есть, вот здесь дали тоже Январь Лето-осень не дали Вы думаете, серьезно Что вот сейчас Пизданут рынок Вот сюда Вот еще там на 70% Такие монеты Ну, да Некоторые дали Но даже Мемы не упали настолько Понимаете Мемы не падали Вот у нас падение Тоже там процентов 50 Ну, окей Хорошо Докупились ли вы? Вот напишите Вот ради интереса Адекватные люди Да, если они еще остались Напишите Вот, докупались вы Либо нет Вот, напишите Мне вот просто интересно По поводу индекса страха и жадности Страха я лично Никакого не увидел То есть Ну, да Есть паника Да, люди пишут Что ждут ниже Но по индикаторам Ну, нихера не показывают По поводу, кстати Альсезон индекса У нас он снизился С 40 до Как вы наблюдаете 29 И это отличная возможность Вам закупиться И, как вы наблюдаете Здесь было нечто похожее Совпадение Посмотрите Вот здесь был Перехай и дам Видите Но здесь мы лой обновили А здесь не обновили Вряд ли обновим уже Вот И Здесь как раз таки Мы просели на ту же доминацию Хоть и 7% Но надеяться Что прямо упадет все вот сюда Ну, я бы не стал бы Понимаете То есть Некоторые альты дают Такую возможность Ну, так Пользуйтесь Пользуйтесь И откупайте их в первую очередь Если не дают Дают хотя бы янвай Тоже пользуйтесь То есть Для начала Откупайте те Которые дают Лето-осень 23-го года Потом Январь 24-го Потом Марь Ну и Сейчас Которые там Хотя бы немножко Просели То есть Такой последовательности Вот И тот кто понял Тот понял То есть В первую очередь Я бы закупал бы Старички CBDC И новые проекты Вот Поэтому Ну, какие именно Ну, я уже Озвучил неоднократно Миллион раз По поводу Допустим Того же Лайта То есть Лайт особо-то и не упал То есть Насколько он тут упал Всего лишь там 30% Видите То есть Его люто удерживает Ну, суммарно Он упал там Процентов 35 Ну, 40 Может быть Понимаете И Как такового падения Не было Не было Видите Не дали уже Не 60 долларов Ну, в моменте С кризом там Около 70 Дали здесь 70 с половиной Видите И Особо ниже не падает Вот в этом и суть По поводу XRP Кстати Многие тоже там Налили хейта Что вот Все-таки дали ниже 60 Так пользуйтесь Пользуйтесь Ну Кто-то из вас покупал Вот здесь вот по 40 центов Ну, 41 42 Сильно сомневаюсь Вот коррекция тоже там Кстати, 43 Ну, почему XRP пробил? Потому что он особо Тай не рос Видите То есть он болтался в диапазоне Сколько там Плюс Минус 50 50 процентов вниз 50 процентов вверх Вот и все Поэтому, естественно Его дали ниже Был бы он выше Естественно, такие подметки Уже дунные не дали И то, видите Здесь особого Закрепа ниже 10 центов Не было Тут был сквиз На 9.1 И все Видите Закрепа не было То есть показатель того Что откупают И сейчас Охеренная возможность Подобрать альты То есть, понятное дело И до этого была И сейчас А сейчас так тем более И как раз таки Вот эти 20 процентов Что вы держали Можно сейчас задействовать Но имейте ввиду Что могут ли ниже Лить могут Могут Я не ванга Я не бог Я не могу знать 100 процентов Но если вы не закупаетесь Сейчас Даже При просадке 50, 60, 70 процентов Ну Ребят У вас исход один Только закупать на хрях За эти последние 2 дня Была ликвидация Здесь на 800 И здесь на 800 миллионов То есть суммарно 1.6 миллиарда Ну, условно Почти на 2 И как вы понимаете Ликвидации были Самые большие По биткоину Ну и по остальным альтам Поэтому, конечно же Люди испугались Самое забавное Самое забавное Как я уже сказал ранее Что в СМИ Новостей Никаких нету Нету, ребята Вообще Новость за вчера Я напоминаю Что на выходных Не было новостей А сейчас На всеобщей панике То есть толпу маринуют Специально тянутой зину Чтобы она сидела В неопределенности Нету пастуха Который будет их вести Я в финальный раз Даю возможность Вам закупиться Скажем так Ну, многие, конечно Поржут Скажут Ха-ха А если будет еще ниже Ну, хорошо Можете ждать ниже Хоть до серачки Хоть еще минус 70% Понятное дело Что, естественно Я могу ошибиться И в этот раз Но мне лично насрать То есть для меня До этого цены Были приемлемые Потому что просадка От хая 2021 года Бычьего цикла Минус 70 80 90% По многим альтам И можно было Охеренно затариться И сейчас просто Идеальнейшая возможность Это сделать Если вы не хотели покупать И вот Хотели расчехлить Свои стейблы Сейчас самое время То Если вы этого не сделаете Ну, потом Естественно Когда все позеленеет Буквально там Через месяц Может быть потолок полгода То, соответственно Ну, будете потом Очень сильно жалеть Что не закупались Потому что Ну, такие сладкие цены Но я Даже я не ожидал Что дадут Понимаете А если я не ожидал И их дали То Ну, это просто Подарек свыше Вот И биткоин восстановился 64 тысячи После обвала рынка Ну, и по сути Ну, у нас Оправдывает Это даже не оправдывает Это говорят, что у нас просто ликвидации Вот Были лангов И, как вы понимаете Естественно На данном этапе Хаос это хорошо Для биткоина Сказал Майкл Сейва Вот Если он говорит об этом Значит, это такой Своеобразный сигнал Покупать Ну, и биткоин рухнул Как вы понимаете Ну, и На данном этапе Питер Шив говорит Что вот там упал И говорит Что-то там Явно находится На медвежьем рынке Медвежий рынок Оказывается у нас И говорит Что, конечно же Это цифровое золото Для дурачков Ну, и в принципе Как вы понимаете Многие, естественно Пугаются И так как Не видят причин Для падения А причины Я уже сказал Ликвидации лангов Паника толпы Это две основные причины То, естественно Ну, конечно же Толпа негодует Вера в лайткоин У нас вышло сегодня Но, что 62% Лайткоин инвесторов Оказались холдерами Я напоминаю Что лайткоин Это форек биткоина Да, если кто забыл Первый причем И Блокчейн там Полностью скопирован с него И самое интересное Что, конечно же Ну, холдеры Киты Киты Они обычные людишки И, как вы понимаете Говорят, что не проводили Никаких операций Выбирают порог От 5 месяцев До полугода И, как вы понимаете Естественно Холдят И продолжают держать Данную криптовалюту Поэтому Несмотря на то, что Цены падают Вот, хотя лайткоин Упал всего лишь на 30% Что вы понимали Сообщество ожидает В Гонконге Запуска биткоин Спотовых Причем спотовых Биткоин ETF и ETH А я напоминаю Что ETF Запускались Либо на хаях Либо на дне Чтобы вы понимали И раз запускаются В Китае Второй экономики мира Если кто забыл То, соответственно Очевидно Ребята Что сейчас Уже относительно Донной отметки И можно смело Покупать Поэтому, если вы Не покупаете Ребят Ну, вы в лузерах Что я могу сказать И, как вы понимаете Вот у нас запускались На хаях CME Фьючерсы Потом еще фьючерсы Опционы Coinbase IPO Фьючерсы И вот здесь Кстати, когда биткоин Упал на 17500 Запустили еще У нас Еще шартовые Чтобы вы понимали То есть, цена уже упала 69 на 17 Да, то есть, уже в 3 В 3,5 раза Даже в 4 И открыли на шарты То есть, когда уже поздно И тогда был откок до августа И, естественно Шартистов побрели А вот здесь запускали Для лонгов Чтобы вы понимали Естественно, чтобы люди Тоже заходили на макжу Там, на фьючерсы И так далее То есть, понимаете И все это было Либо на хаях Либо на дне И вот сейчас угадайте Хаи или дно И для чего же запускаются фьючерсы Вот, потом эту новость Будут форсить И загонять вас уже на росте В Венесуэле продавали Нефть, оказывается За криптовой С использованием биржи Кракен Ну, естественно Это тоже может быть Очередной фат А биржа Кракен Это американская у нас США биржа Да, вот Майкл Целлер Говорят, что якобы Заплатил разработчикам Биткоина За прекращение работы И один из крупных ETF у нас сделал Пожертвование Открытого исходного кода Целлер сказал им Что если они это сделают Он их раздавит Поэтому отказались От взятых обязательств Ну и по сути Говорят, что якобы Там что-то Какая-то ситуация Произошла Но это, скорее всего Тоже фат Тойгуя Мемко Пепе У нас данный Криптотрейдер Потерял лям Ну и по сути Как вы понимаете Я думаю, многие видели Уже эту историю В телеграм-каналах То есть он потерял Даже лям 114 тысяч долларов То есть я не знаю Зачем заходить На такие суммы Еще и всей котлетой И говорит, что Занимается криптовалютой С семнадцатого года Ну, как говорится Я работаю в криптовалюте Ну и то есть чувак Занимается криптой Семь лет И в итоге Не понял, что надо Заходить на споте Холдить И не заходить на фьючерсы Тем более на такие суммы Кредитное плечо И в итоге его побрило Понимаете Ликвиднуло И сожрало все бабки И теперь говорит Что у него даже нет Тысячи долларов Как и ляма на бинансе Ну и сегодня потерял все Ну не знаю Фат это Вброс, не вброс Если действительно по-настоящему Ну это просто клиника Понимаете Вот Поэтому, как видите Бабки не решают Если у тебя нет мозгов То, как говорится Бабки тебе не помогут Братья Винклвосы И самое интересное Что деньги Что власть Раскрывает человека На самом деле Как он есть То есть какой он был изначально Вот И как вы наблюдаете Большинство людей Хоть и нету Ни денег Ни власти Но поэтому Они ведут себя так Ну как будто они там Пупы земли А по факту Если им дать деньги И власть Они ну вы же понимаете Все разрушат И деньги эти Просто быстро Протреникают Вот и все Поэтому братья Винклвосы Стали совладельцами Футбольного клуба Риал Бетфорд И как вы понимаете Фан токены Это один из трендов Который я жду И об этом я уже Неоднократно говорил Маленькие инвестиции Большая отдача Топ монет Для получения прибыли Какая-то монета Сайбро Пепе Ну Пепе Тут как хотите Я считаю поздновато Ставит под сомнение Устойчивость тренда Вив тоже поздно брать Кардана Показывает признаки спада Но как вы понимаете Кардану можно подкупать Из этих монет Я взял бы только кардана Продажи NFT коллекции Дональда Трампа Упали на 99% Но это пугает Видите И топят тему Сегодня NFT Чтобы люди не заходили в нее А как вы понимаете Для чего это делается Чтобы люди Не дай бог Не заработали Вот Поэтому до 80% Крипто транзакций Проводится с помощью Стейбл коинов Чтобы вы понимали И от 70 до 80% Это стейблы То есть опять же таки Говорит о том Что киты Закупаются И как вы понимаете Снижение объемов Было в 20-21 Но поэтому Как вы понимаете Это может быть специально пугает Что якобы киты Выходят стейблы Но это как по мне Бред Ну и как видите Новостей никаких Со вчера особо нету Ну и вот у нас новость Одна там спрос Здесь вышла одна новость Биткоин восстановился Видите И новостей никаких нету Здесь нету никаких новостей Ну на выходных В принципе их нету А сейчас специально Их нету Чтобы толпу помариновать И подержать в панике В панике большой Что же делать Ой-ой-ой Да как говорится Поэтому и Матрикс Пор говорит Что спрос на биткоин ETF В Гонконге Может составить 25 миллиардов Ежегодно И эту новость Начинает постепенно форсить А это говорит о том Что как только ETF Примут То это уже будет Скорее всего ХАИ И не факт Что примут на днях Но как вы понимаете Потом уже все могут Принять на росте И будет уже поздновато Ну и вот у нас Пугали что Чейнлинк Якобы бывший инженер Амазона Сужден за взлом Дефай Проекта Вот у нас там Рипл на отскоке Но видите Видимо специально загнали Чтобы толпа У нас Получается Ну покупала И потом продать И вот говорят Якобы криптокиты Продали активы Еще до обвала рынка Ну типа якобы продали Но у них то есть инсайты Они знают куда они будут Вести цену И то я сильно сомневаюсь И как вы понимаете Специально пугаю Что вот якобы Ребята смотрите Солана опустилась У нас все таки На отметке Да давайте глянем сколько Пугали что Солана упадет Ну по итогу Там говорили 135 долларов Здесь дали 116 Но как видите Все это быстро выкупили И уже стоит 143 Здорово Вот Чейнлинк Вот кстати Солану Кто хотел можно взять Но имейте ввиду Что Экси Она основные дала Поэтому познал Лучше чейнлинк На самом деле лучше взять И вот дали отметки Кстати Январь и ноябрь Ну октябрь не дали Понятное дело 5-8 долларов вам уже не дадут Но дали как видите Вот такие вот отметки И накопление уже почти полгода Вот Поэтому по поводу новостей И нам говорят Что 106 миллионов Продали эфир Во время падения рынка Известная компания FTX Аламеда Также участвовал в распродаже Видите Ну какой огонь его подсовывает Что типа якобы Вот Ребята они льют по рынку Все пиздец Типа чуть ли не медвежка И несмотря на восстановление эфира 3000 Волатильность у нас Повела к снижению капитализации Капитализация Чего зависит От цены Наверное не Вот И по сути Говорят что Разгрузили холдинги И типа слили у нас эфиры Также якобы Сливали остальные монеты Ну и как вы понимаете Естественно якобы Целенаправленно Это были сливы 50 миллионов долларов Аламеда FTX Может быть так оно и было Отчасти Но как вы понимаете Скорее всего Это просто передача Из рук в руки Откупал Скорее всего Переводили на Coinbase И потом переводили На адрес BlackRock Совпадение Да вот вам и все продажи Сенатор США Элизабет Уоррен Может потерять свое место Из-за криптовалюты И по сути Это у нас Джон Диттон Который от компании Ripple может ворваться В Сенат Чтобы вы понимали Ну это я вчера снимал ролик Солан опустилась Ниже 140 долларов На фоне устранения Перезагрузки сети Ну то есть Оправдали падение Вот И говорят что Широкий спад на рынке Упало И сообщил Произошли значительные улучшения В сети Фантом И кошельке Так же И Для решения текущих проблем С перегрузкой Вот Поэтому в принципе Такие новости Особо как видите В англоязычных изданиях И в СНГ Тоже ничего нету Поэтому Ребята Ну как бы Финальная возможность Откупить Рынок Да То есть Кто будет ждать Еще сильно ниже Ну Ребята Если Для вас мало Для вас мало Там 40 50 70 60 Ну Окей Хорошо Можете ждать Хоть до усерачки Потому что Многие монеты Они реально Дают уже откуп И видно по ним Что Особо ниже Кстати Что я хотел показать Зеткэш с дэшем Смотрите Зеткэш дали Просто подарок вам Свыше Сука Дают по 20 долларов Понимаете Ну вот люди все равно Сидят и ждут Монера Монера Ниже не упал особо Сквиз был на 105 И как видите Откупают И вот этот треугольник У нас выкупается То есть видите Специально Чтобы толпа Ждала ниже Но по факту Ниже видите Ну Немножко Вот этот лой Не обновили Кстати февральский Видите Специально Такую формацию Показывает Вот этот клин Тут лой обновили И то выкупили И тело свечи Уже выше Что вы понимали Поэтому вот этот клин Можно даже расширить Вот так И как вы понимаете Потом он может Очень хорошо Выстрелить И тот же дэш Да Который многие спрашивали Там дзен Вот тоже Дают по тем же отметкам Вот здесь да Здесь дали Но тут это единичный Случай Опять же таки Имейте ввиду И дзен Тоже самое Тоже подарок свыше Вам дают По скидке В те же там 60% Поэтому покупайте Пока дают Вот Поэтому Кто умный Тот естественно закупается Кто скажем так Нет Тот соответственно Ждет ниже На чьей стороне вы Выбор за вами Всем удачи Всем пока Хейтеркам привет И адекватным людям тоже Претензий никаких не имею Благодарен вам За каждое написанное слово За каждый написанный коммент За благодарность За то что покупаете За то что слушаете Ну а соответственно На хейтеров Внимание как мы понимаем Не обращаем Да то есть Единственное Я хотел проиллюстрировать Насколько Людишки могут быть Неблагодарными свиньями Да и Что труд Не ценится Не ценится Даже если ты даешь Охеренные точки входа То есть Даже если б я Бесплатно давал Ту инфу Что я даю в закрытом клубе Да то люди все равно Этого не оценили К сожалению Да лишь единицы людей Которые способны Да и которые достойны Там находиться Но как вы понимаете Естественно Закрытый клуб Для избранных И те кто там находится Они действительно Скажем так Не первый год со мной И понимают Что мои рекомендации работают Вот Те кто нет Ну естественно будут хейтить Ну а там уже дело за вами Вы пришли сюда доказывать правоту Вот вопрос да На засыпку Финальный Вы доказывать правоту Пришли да Самоутверждаться Либо зарабатывать Я пришел зарабатывать Если вы самоутверждаться Окей Ваш выбор Вот Поэтому такие мысли Такие дела Надеюсь все все поняли По поводу монет Какие докупать Я думаю так понятно Я рекомендую вам докупать монеты Которые у вас уже были В портфеле Вот Они новые Поэтому усоединить И соответственно Потом ждать полета Потому что уже Скоро мы полетим Вопрос лишь времени И после хаулинга Я жду от альтов От 10x и выше Как и говорил ранее Вот этот флэш-крэш Который многие ждали Там корона дамп Или еще что-то Повтор Марта 20-го года Без весомых причин Без новостей От СМИ И как вы понимаете Это специально делается Чтобы вы испугались И ничего не делали Потому что СМИ вас никуда не ведут А потом оправдают Это какой-то Бредовой причиной Никак с этим Не связанной Но тоже дело такое Поэтому такие мысли Такие дела Всем удачи И всем пока Продолжение следует...